Привет! Несколько месяцев назад у меня возникла идея снять видео о том, как проходит конференция европейского эндодонтического сообщества в Вене. И я не смог от нее отказаться. Поэтому в этом видео я вам постараюсь показать от начала до конца, как она проходит, что там было интересного, как проходит выставка, вечеринка, интересные люди и так далее. Я надеюсь, что через два года и вы будете там со мной. В смысле, через два года она будет в другом месте, но вы тоже поедете на эту конференцию. Европейское эндодонтическое сообщество было основано в 83 году. На сегодняшний день туда входят 33 страны, конечно же, кроме Украины. Поэтому мы платим за вход больше, чем европейцы. Это около 600 евро. Глобально вся поездка где-то полторы тысячи евро. Можно вписаться, но если вы берете с собой жену, какая себя ведет, как Настя Ивлеева с золотой картой, берегитесь. Итак, сегодня начался конгресс в Вене и сегодня первый день при конгрессе. И я зарегистрировался на ревитализацию. Я вам расскажу, что было интересного. Это процедура, когда мы пытаемся вырастить в зубе какую-то пульпоподобную ткань, вместо того, чтобы его запломбировать по-обычному. Я заходил в зал слушать про будущее эндодонтий, как вырастить новую пульпу. И когда я остановился, я понял, что в зале половина мест пустые. Если вы пересчитаете людей, то в лучшем случае там будет человек 40. И это будущее европейской эндодонтий, ревитализация, тема какая, всем интересно. Узри эту картину! Узри свое будущее! Было четыре доклада. Стоимость его 150 евро. Что там было интересного? Во-первых, ревитализация или ревоскуляризация может идти двумя путями. Путь порочный – это репарация, то есть когда у нас уже погибла эпикал папила, и вместо того, чтобы образовалась пульпоподобная ткань, и пошел рост и утолщение стенок корня, у нас может быть утолщение стенок корня, но только за счет того, что вырастает цемент, и он изнутри как бы нарастает, и вместо пульпы образуется в зубе, вырастает костная ткань. Но если у нас жива эпикал папила, то тогда возможно полноценное восстановление структуры зуба. Также по протоколу были некоторые нюансы, например, гипохлорид желательно использовать от одного до трех процентов, не 5-25, не 6, потому что чем больше концентрация гипохлорида, тем меньше факторов роста вы потом получите в конце процедуры. И второй момент, что если вы используете ЭДТА для того, чтобы в конце выделилось с дентина факторы роста выделились, то его желательно использовать не одну минуту, а хотя бы три минуты. Конечно же, мы нашли чем заняться. Сначала погуляли по выставке, пришли в зал на церемонию открытия, еще не пускали, пошли снова погулять по выставке. Люди по чуть-чуть сходились, регистрировались. Кстати, регистрация занимала секунд 15 по QR-коду. Дальше, когда мы пришли в зал, уже места хорошие, все заняты были. Даггер ставит, обменялся в бездной сцене, открыл конференцию, приглашал всех на Мэдвин к нам на конференцию в сентябре, в октябре и дальше. И дальше был Welcome Drink. Мы погуляли по выставке с бокалами вина, немножко побеседовали со знакомыми, кого встречали, кто беседовал, кто нет. И дальше недолго музыка играла, еда закончилась и надо было ехать дальше куда-то гулять. Первая лекция основного зала была от Маркуса Хапасалов и его мессенджер. Первое. У ревитализации есть ряд гистологических проблем. Второе. Гипохлорид прекрасно растворяет биопленку, но недостаточно. Хлоргексидин отвратительный. И есть новый аппарат Gentle Wave, какой мы сейчас исследуем и можно получать вот такие снимки с не совсем скандинавской пломбировкой. Gentle Wave это такой аппарат стоимостью где-то 60-70 тысяч евро, в какой вы заливаете все жидкости необходимые для ирригации, по-моему производитель свои предлагает. И вы крепите наконечник насадкой специальной герметичной и за счет мульти ультразвуковых колебаний эти все растворы доставляются в самые глубокие точки канала. Некоторые лектора упоминали про девайс называющийся Свипс. Я пошел на стенд славянской компании Фотона для того, чтобы познакомиться с ним. Итак, по факту это у нас фотоакустическая дезинфекция с использованием эрбиового лазера. То есть абсолютно неважно какой раствор вы заливаете, это может быть АДА, это может быть гипохлорид. Так меня уверяют на стенде. И во время включения и работы этого аппарата происходит микровзрывы, достигается эффект кавитации и предыдущая версия называлась ПИПС. Сейчас они как-то модифицировали протокол, что еще улучшилась очистка и теперь это называется Свипс. И вот так это выглядит на рекламном видео, то есть вот так выглядит очистка и такие красивые дантинные канальцы без пиопленки мы получаем. Я думал только малиновая кислота может такое чудо сотворить. Цена от 20 до 30 тысяч евро. Следующий девайс это Фрагг Ремувер, петля для извлечения инструментов. Вот так вот затягивается и фишка этого девайса в том, что это одной рукой можно сделать. Окей, and how to change this tip for a new one? По факту они хотят вам продать петлю для извлечения инструментов за 480 евро. Да, она удобная, но, скажем, за эти деньги есть более удачные аналоги. Новый немецкий микроскоп. Ему где-то около двух лет. Он выиграл в 18 году German Design Awards. Значит, вот так вот он выглядит. Пока что они планируют выход только на рынок России. Цена ориентировочная где-то 22-25 тысяч евро. Значит, что тут прикольного? Ну, во-первых, ручки интересные. И вот тут вот есть моторизм. Вот это свет ярче, темнее. С этой стороны моторизированный зум. Ярче, темнее. Переключение... Оранжевый фильтр. Ага, оранжевый фильтр, как на истребителе, включается кнопочкой. Прикольно. Вот. А здесь есть кнопка, она что делает? Это свет выключает включение. А, это выключение-включение света с этой стороны. Ну что же, выводы. Глобально, ноу-нейм микроскоп за немалую сумму и сделан он пока что на 400. А это китайское чудо меня удивило. Значит, это точная копия Цейспоро Эрго. Здесь есть магнитные тормоза. Все опции моторизированы. Но, кроме этого, они добавили 3D очки. Тебе не обязательно сидеть смотреть в бинокуляры, ты можешь смотреть в очки. Честно скажу, намного приятнее смотреть в бинокуляры, но для обучения и для тех пациентов, какие хотят видеть каждое твое движение, это очень интересное решение. Будем смотреть, какую цену они на него поставят. Ждем. Итак, мы как пользователи капса зависли на их стенде. Значит, это новый капс. Что здесь прикольного? Никита, покажи, как он летает. Он настолько легенький и настолько хорошо сбалансирован. Это обычная механическая балансировочная система. Значит, все остальное достаточно прикольно, удобно. Очень интересно. Ну, где-то я это видел, тонкую настройку вот это вот. Так, покажи, Никита, fine focusing, как снизу. То есть, фокусировка теперь делается как у фотоаппарата. Кольцо крутится. Это реально удобнее, чем то, что у них было. Но пока вот с этим рычажком замены зума, то есть, с этой стороны он слишком близко к плечу расположен, и его очень неудобно крутить. Ну, а так все достаточно прикольно. Это новенький капсик. И цена в Европе на него 22 тысячи евро. Всего-навсего. Глобально на выставке можно было найти все. Наборы. Радуф для извлечения штифтов, ARS, Map System, One Key для снятия коронок. Еще один представитель Поднебесной, популярный в Украине, Altion. Значит, ручка увеличения не плавная. И меня удивило, что когда доходишь до большего увеличения, оно потом не перескакивает на меньшее, а надо назад откручивать. Балансировка стала намного лучше, чем у предыдущей модели, но все равно не сравнится с лидерами рынка. И, ну, неплохо, достаточно длинное плечо у данной модели. Ручки очень специфически, как-то мне показалось, регулируются. Даже в какой-то момент у меня слетело, я подумал, о нет, сломал. По цене он стоит 24-26 тысяч евро, что по лицу Ильи, понятно, не очень. То есть не стоит этих денег. Во время перерывов я встретил Маргури Владимира Ивановича, Михаила Соломонова, Твиме Эдзгера и многих других. А теперь девайс для крайне ленивых эндодентистов. Стул с батарейкой, ты нажимаешь на педальку, и он тебя подымает. Дальше меня заинтересовал 3D микроскоп от компании JADENT американской. И что в нем интересного? Вы играетесь с таким кубиком и смотрите через 3D очки на мониторах. Изображение самостоятельно фокусируется, и это мне не понравилось. Это крайне нестабильно выглядело. И стоит такой микроскоп дороже, чем обычный. Не вижу смысла. Итак, все знают апекс-локатор Bingo 2012. А тут они сделали, это израильская фирма, апекс-локатор, какой работает по Bluetooth. То есть загубничек цепляется на пациента на кофердам. И ставится планшет, они крепление дали в подарок. И цена этого апекс-локатора около 1000 евро. А это лучший подарок для вашего имплантолога на Новый год. Если он куда-то наставил импланты, он сможет их найти с помощью импланта-искателя. Densply презентовал достаточно интересную систему трунатами. Не анатами, трунатами. Значит, туда входит устевик, основные инструменты, пин, штифт и даже ирегационная игла. Значит, Densply говорит, зачем вы убиваете прицервикальный дентин? Надо сохранять его, чтобы зубы меньше ломались. И я спрашиваю Densply, зачем вы десятки лет делали инструменты с обратной философией, какие убивали зубы? Итак, три инструмента. И Densply настолько не уважает своих врачей, что дальше не пишет, какой диаметр этих инструментов. То есть вот вам желтый, красный и зеленый. И под них же, понятное дело, свои гуттаперчевые штифты и пины. Инструменты идут с регрессирующей, как я понимаю, конусностью. И с материала Martensit, то есть более гибкие, более устойчивые к поломкам. И сделали специальную ирригационную иглу. И ее специальность в том, что она дает две струйки. Как тебе такое, Илон Маск? И всем фанатам гидроксида кальция будет интересен препарат Clinical. Они что-то добавили, что теперь он почти полностью легко вымывается и глубже пенетрирует и меньше пост-эндочувствительности. Вам интересно, кто был с Украины? Вот, вся банда. Так случилось, что с украинской делегацией я единственно иду на гала ужин. Посмотрим, что с этого выйдет. Радости мало. Я уже думал не пойти, но когда ты за него заплатил, то немножко, ну, жаба душит. В этот момент я думал, что я выпью немного алкоголя, расслаблюсь и буду знакомиться с докторами. Я приехал на причал, но есть один нюанс. Я забыл взять пригласительный и я могу туда не попасть. Это будет очень обидно. Ребята очень клевые, но был один момент. Выпить вина мне было не с кем. Я бы хотел в первую очередь, чтобы украинские электора взяли себе на заметку. На эссе принято заявлять, платит ли тебе какая-либо компания за эту лекцию деньги. Это достаточно честно. Новости адептов секты хлоргексидина. Мировая наука не разделяет ваш восторг по поводу его эффективности в ирригации, поэтому от него отказываются. Сейчас есть новый тренд на комбинацию между собой разных методов активации растворов. Например, ультразвук и негативное давление или лазер и ультразвук. А теперь лекция, какая для меня стала бомбой. Это Анил Кишен. Раньше он работал в Сингапуре, сейчас в университете Торонто. И он занимается наночастицами. И на сегодняшний день у них есть три направления. Первое. Наночастицы могут модифицировать поверхность дентина внутри корня и делать, например, его менее хрупким. Наночастицы могут быть проводниками для других химических веществ, какие мы можем на них зацепить. И наночастицы могут влиять на заживление, то есть на процессы регенерации. Мне очень понравилась лекция Анила Кишена, и когда я его нашел одиноко сидящим с ноутбуком в коридоре, я очень обрадовался. Что с этого вышло? Когда хотел сфоткаться с клёвым лектором, а он индус, и ты перепутал. Он простой индус, а не индус-клёвый лектор с Нью-Йорка. По инструментам нет никакой разницы между системами. Чуть-чуть лучше самоадаптируемые. True Shaper, XP Shaper и SAF, но между ними тоже нет разницы. Всем любителям биокерамики передавали привет и говорили, что она плохо исследована, и лучше её пока что не использовать. И была очень странная, но интересная лекция по негативному внесению силлера. Так меньше пор получается. Мастер-класс Керауча или поездка в Вену? Я на мастер-классе не был. Никита? Может быть, поездка на новую конференцию в США? США? США. Пригласаемся. В США. Почему мне нравится США? Почему мне нравится США? В США? В США.